Здравствуйте, это Голос Америки, и вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина – самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Данила Белькерович. А я Алекс Григорьев. В этом выпуске мы расскажем о событиях 761 дня войны, главной новости понедельника, 25 марта. Россия вновь обстреляла Киев ракетами. Палата представителей Конгресс США рассмотрит вопрос о помощи Украине не ранее 8 апреля. Страны Запада осудили заявление Кремля о причастности Украины к теракту под Москвой. Российский посол отказался прийти в МИД в Польшу для получения ноты протеста. Россия продолжает обстрелы Украины. Вечером в воскресенье 24 марта президент Украины Владимир Зеленский выступил с видеообращением к нации и заявил, что только за эту неделю войска России применили против Украины почти 190 ракет разных типов, почти 140 дронов и почти 700 управляемых авиабомб. В свою очередь Минобороны Украины написала в сети эксбывший твиттер. С начала полномасштабного вторжения было сбито более 2000 российских крылатых и баллистических ракет. Но ракеты у России, к сожалению, остаются. В частности, около 10.30 утра понедельника российские войска нанесли удар по Киеву двумя баллистическими ракетами. Как сообщил командующий воздушными силами Украины Николай Олещук, ракеты были уничтожены. Причем обломки ракет упали в четырех районах Киева, повреждены две многоэтажки, пострадали как минимум семь человек. Позже были обнаружены обломки одной из ракет и выяснилось, что это противокорабельные ракеты «Циркон». Это гиперзвуковые очень дорогие ракеты. И это второй случай применения этой ракеты России после также попытки атаковать Киев месяц назад. При этом обломки одной из российских ракет разрушили часть здания Академии декоративно-прикладного искусства и дизайна. А также повредили трехэтажное здание спортзала. Продолжаются спасательные работы, под обломками зданий могут быть люди, и поэтому число пострадавших неизвестно. На сегодняшний момент, по сообщению мэра Киева Виталия Кличко, только в одном районе известно о десяти пострадавших. Президент Украины Владимир Зеленский написал в Телеграме, «Российские террористы нанесли удар по столице баллистическими ракетами. К сожалению, есть повреждения в домах в обычной городской застройке. В настоящее время известно о пяти пострадавших». Продолжается разбор завалов. Мы не уставим повторять, что Украине нужно больше ПВО. Это безопасность для наших городов и сохраненные человеческие жизни. Надо сказать, что на ракетные удары по Киеву отреагировало международное сообщество, отреагировали партнеры Украины. Посол США в Украине Бриджит Бринг после ракетной атаки на Киев, которая состоялась в понедельник утром, а также после предшествующих атак, призвала не тратить время и предоставить Украине помощь. Немедленно своей реакцией Бриджит Бринг поделилась в соцсетях. Она отметила, что в понедельник Россия Шнова атаковала Украину гиперзвуковыми ракетами, в Киеве раздавались громкие взрывы. «За последние пять дней», – написала Бринг, – «Россия запустила сотни ракет и беспилотников против суверенной страны. Украина нуждается в нашей помощи сейчас, нельзя терять ни минуты». Это, в общем, конечно, довольно толстый намек американским законодателям на то, что побыстрее бы одобрять помощь Украине, об этом мы сегодня еще поговорим. Европа тоже отреагировала на удар по Киеву ракетами. Главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель осудил массированные ракетные удары России по украинским городам в течение всей последней недели, и он назвал их военными преступлениями. Он опубликовал свое заявление в сети Икс, бывшая Твиттер, тоже после атаки на Киев ракетами «Циркон». От имени Евросоюза Борреля судил все ракетные удары, и он написал, что Россия использовала около 190 ракет, нацелив их на гражданские объекты и разрушая энергетическую инфраструктуру, лишая обычных людей базового доступа к электроэнергии и отоплению. Это военные преступления. В Европе считают удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины военными преступлениями. Россия делает именно это самое. Ночью были нанесены удары по объектам энергетики в Николаевской и Одесской областях. Дроны российские попали по некоторым объектам, некоторые, судя по всему, разрушены или серьезно повреждены. Более десяти раненых, несколько госпитализированных. И результатом стали экстренные отключения электропитания по практически обеим областям. И в Одессе, например, прекращена была работа городского электротранспорта, и на линии выпущены дополнительные автобусы. Ну а в Харькове со вторника начнут отключать отопление, потому что в результате российских ударов от 22 марта были повреждены или уничтозны основные энергетические объекты этого второго города Украины. Для того, чтобы сохранить энергосистему, было принято решение о досрочном завершении отопительного сезона. Ну и продолжаются рутинные обстрелы, удары дронами. И мы рассказываем об этом практически в каждом выпуске. Практически ежедневно из-за этого гибнут мирные жители. Например, российские войска обстреляли Волчанск, Чуговевского района Харьковской области, и погиб мирный житель. В Херсоне погиб один человек. По предварительным данным, на него сбросили гранату с беспилотника. И еще одно сообщение об энергетике. Игорь Сирота, генеральный директор компании «Укргидроэнерго», сообщил, что для восстановления работы Днепрогесса до проектного состояния потребуются годы. И причем этот удар по Днепрогессу был нанесен российскими войсками 22 марта. Сейчас, судя по всему, завершен осмотр повреждений. И вот такой печальный прогноз. Ну, а на выходных вооруженные силы Украины поразили в Севастополе два десантных корабля российского черноморского флота «Ямал» и «Азов». Также был нанесен удар по главному центру связи черноморского флота. В результате, по данным различных источников, серьезно повреждены вот эти два больших десантных корабля, которые, напомню, польской постройки. И России нет возможности строить аналоги на имеющихся мощностях. И, кроме того, поврежден один из новейших кораблей черноморского флота «Иван Хурс». Это разведывательный корабль, который занимается сбором разведданных, радиоэлектронной борьбой и так далее. То есть, вот я прочитаю сообщение спикера военно-морских сил вооруженных сил Украины Дмитрия Плетенчука. Я сегодня утром подтвердил, что оба корабля, то есть это «Ямал» и «Азов», повреждены. Сейчас также стоит вопрос о повреждении еще и «Ивана Хурса». Эта информация верифицируется. Касательно характера повреждений, опять-таки, нужно ждать, пока будет собрана информация. Институт изучения войны, базирующийся в Вашингтоне, исследовательский центр, пишет в сводке, цитирую, «Последние украинские удары по кораблям черноморского флота, независимо от масштаба нанесенного ущерба, будут продолжать удерживать российские силы от передислокации кораблей в оккупированной Севастополь и западной часть Черного моря. И, соответственно, будут усложнять возможности Черноморского флота использовать свои боевые возможности. В свою очередь, продолжаются удары украинцев по НПЗ на территории России. В частности, за последние дни повреждены Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод в Самаре. По предварительным данным, выведена из строя половина мощности НПЗ. Ну и нанесен удар беспилотниками по Новочеркасской ГРЭС. Это в Ростовской области. По данным, которые распространяет администрация Ростовской области, два энергоблока, это и ГРЭС, временно выведены из эксплуатации. Надо сказать, что целенаправленные удары Украины по нефтеперерабатывающим мощностям России наносят довольно большой ущерб российской энергетической отрасли. Агентство Reuters сообщает, что по меньшей мере 7 российских заводов остановили мощности по переработке нефти из-за атак украинских беспилотников в первом квартале этого года. Ну и это примерно 7% от общего объема мощностей российской нефтепереработки. Это довольно много. Ты уже сказал о Куйбышевском НПЗ. И, соответственно, после атаки завода, как Reuters пишет, остановил работу нефтеперерабатывающая остановка CDU5. Это, в общем, снижало мощность предприятия вдвое. В то же время российское руководство пытается связать ту войну, которую Россия развязала против Украины, и которая теперь пришла на российскую территорию с любыми враждебными действиями, которые осуществляются против России кем бы то ни было. И в том числе, естественно, с тем террористическим актом, который произошел в Москве недавно, и во время которого были убиты более 130 человек, по предварительным данным, и очень много пострадали. Сгорел Крокус-Сити-Холл, там еще продолжается разбор завалов. И на фоне этого всего российское руководство фактически открыто заявляет о том, что считает причастной к этому теракту Украину. Владимир Путин заявил, что у тех, кто по предварительным данным осуществил этот теракт, было якобы окно на украинской границе подготовлено, что они шли в сторону территории Украины. Также было сказано различными российскими представителями и пропагандистами, что, в принципе, ИГИЛ связан с разведкой США, в частности, с Центральным разведывательным управлением. Ну, а независимые медиа все время сообщают о том, что российским пропагандистам и чиновникам дана команда максимально связывать произошедшее с Украиной. В общем, мы помним, как в заявлении Путина обязательно знаковое слово «нацисты» было заронено, когда он проводил параллели между этой террористической атакой и какими-то историческими событиями. Он также, как я уже сказал, упомянул Украину в контексте какого-то окна. На это все реагирует Украина, и на все это реагирует мир. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал международное сообщество не верить заявлениям Путина и его приближенных о причастности Украины к массовому расстрелу в Крокус-сити-холле. Цитирую Кулебу, который написал пост в соцсети «Экс» бывший Твиттер. «Путин – патологический лжец, в том числе и сейчас, когда он отчаянно пытается связать Украину или другие западные страны с массовым расстрелом под Москвой, несмотря на то, что нет никаких доказательств используя таких заявлений. Не позволяйте Путину и его приспешникам обмануть вас. Их единственная цель – побудить еще больше русских погибнуть в бессмысленной и преступной войне против Украины, а также привить еще большую ненависть к другим народам, не только к украинцам, но и ко всему Западу». Ну и, в свою очередь, представитель главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что распространяемая российской стороной версия о том, что террористы бежали в сторону Украины, не выдерживает критики. Цитирую, «Для этого не надо быть экспертом в вопросах безопасности. Более двух лет длится полномасштабная война по граничной территории, насыщенной вражескими войсками, спецагентами, представителями спецслужб, силовиками. Линия границ их заминирована, наблюдение ведется всеми средствами, включая аэрозведку с обеих сторон. Такие области, как Белгородская и Курская, сейчас вообще являются зоной активных боевых действий после последних событий. И, разумеется, эта версия не выдерживает критики, это понимают все в мире, кроме, возможно, зазомбированного российского населения». Надо сказать, что на заявление России о причастности Украины к теракту в Крокус-Сити-Холле реагируют и официальные лица, и политики западных стран. В частности, вице-президент США Камала Харрис констатировала, что никаких свидетельств причастности Украины к произошедшему теракту нет. Она сказала, что ответственность несет Исламское государство Харасан, организация. И также об этом говорил и президент Франции Эммануэль Макрон. Он назвал то, что говорит Россия о причастности Украины к этому террористическому акту, циничным и контрпродуктивным. Я думаю, что было бы цинично и контрпродуктивно для самой России и безопасности ее граждан использовать этот контекст, чтобы попытаться обернуть его против Украины. Ну и французская разведка также указывает на то, что именно подразделение группировки Исламское государство несет ответственность за теракт в подмосковном регионе России. Ну, а эксперт, с которым я поговорил буквально только что, это директор Центра по вопросам терроризма и экстремизма в Институте Миддлбери в Монтерее, Джейсон Блазакис. В свое время он довольно много отчитывался по вопросам терроризма перед Конгрессом Соединенных Штатов. Сказал, что на самом деле война Кремля в Украине и то, что произошло в Крокус-Сити-Холле, связано напрямую. Как именно, я сейчас процитирую эксперта. Я думаю, что отвлеченность на незаконную войну против Украины и сосредоточенность на ней помешали российским спецслужбам отследить реальную угрозу национальной безопасности России, которую представляет ИГ Харасан, осуществившая, как мы видим, эту ужасающую атаку. И поскольку спецслужбы отвлечены на выполнение политических пожеланий Путина, на его желание захватить Украину, мы видим, что почти 150 ни в чем не повинных россиян погибли от рук опасной террористической организации. Ну и также мы наблюдаем, как говорит Блазакис, российскую кампанию дезинформации против Украины, это вопиющая фальсификация. По словам эксперта, при этом атака исламского государства – это атака прямо на Путина, на его возможность говорить о своей способности управлять Россией, контролировать российское государство. Исламское государство своей террористической атакой показало, что все это является лишь иллюзией. Многие эксперты, в том числе в США, призывают Палату представителей Конгресса США как можно быстрее одобрить пакет помощи Украине, который в Конгрессе застрял из-за сопротивления республиканцев, спикер Палаты представителей Майк Джонсон на пресс-конференции 20 марта заявил, что после того, как Конгресс принял бюджет США на 2024 год, уже в ближайшее время он приступит к обсуждению помощи Украины и другим союзникам Соединенных Штатов. Но, скорее всего, речь идет о возвращении к этой теме уже после окончания весенних каникул Конгресса. Конгресс должен вернуться с каникул 8 апреля. Сколько будет тянуться эта работа, неизвестно. При этом Майкл Маккол, который возглавляет сейчас в Палате представителей Комитета по международным делам, подтвердил, что Палата вернется к этой теме после так называемых пасхальных каникул. Ну и он говорит, что действительно Майк Джонсон намерен выставить этот законопроект на голосование. Мы над этим работаем, по его словам. В интервью телеканалу CBS на вопрос интервьюера о том, означает ли это, что члены Палаты проголосуют по законопроекту уже 9 апреля, когда вернутся после этих каникул, Маккол лишь сказал, что считает необходимым сделать это как можно скорее. А спикер Палаты Майк Джонсон, которого ты уже упоминал, понимает всю важность вопроса с принятием законопроекта, связанных с национальной безопасностью. Но надо сказать, что помогают Украине не только Запад или Европа, но и азиатские страны. Только что Украина получила заем в размере 230 миллионов долларов от правительства Японии в рамках проекта Всемирного банка. Япония уже это делала, она уже перечисляла. Украине деньги в рамках проекта помощи, который называется сокращенно ARISE, или русская расшифровка, экстренный пакет предоставления инклюзивной поддержки для восстановления сельского хозяйства Украины. Эти деньги точно не пойдут на оружие, они идут на восстановление сельскохозяйственной инфраструктуры, возможности Украины экспортировать свои сельхозпродукты и получать, соответственно, прибыль. Ну, а Минобороны Великобритании публиковало в социальных сетях фотографии украинских пилотов, которые обучились летать на истребителях F-16, и всего таких пилотов 10. И дальше эти летчики переедут во Францию, где, соответственно, будут проходить более углубленную подготовку. Глава правительства Испании Педро Санчес поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским по телефону сегодня и пообещал Украине новую поддержку в этом году для обороны от агрессии России. Сам Санчес об этом написал в экс-бывшем твиттере. Ну, и он написал как раз те слова, которые до поры до времени говорил и руководство Соединенных Штатов, что будет сохраняться поддержка столько, сколько потребуется. В 2024 году Испания предоставит новые возможности, чтобы помочь Украине защитить себя от российской агрессии, которая продолжается уже более двух лет, пообещал испанский премьер. Надо сказать, что европейские государства хотят из себя тоже как-то защитить от случайных залетов на их территории российских ракет, которые Москва выпускает по Украине. Совсем недавно это произошло с Польшей, когда в воздушном пространстве Польши меньше минуты находилась российская ракета, выпущенная по Украине. В связи с этим было очень много всяческих заявлений, в том числе со стороны поляков, о том, почему они не стали эту ракету сбивать. Они говорят о том, что это принесло бы ущерб мирному населению, потому что обломки бы упали. Ну и министр иностранных дел соседней из Польши и Литвы Габрилию Сландсбергес сказал, что НАТО должно сбивать российские воздушные цели, которые залетают в воздушное пространство от стран-членов Альянса. Он сказал это в интервью Fox News. Его попросили прокомментировать эту ракету, залетевшую в воздушное пространство Польши 24 марта. Он сказал, что это не первый случай. Напомню, когда такое происходит, было несколько нарушений воздушного пространства в Румынии, там дроны находили действительно. И это не первый случай нарушения польского воздушного пространства. Он сказал, мы должны изменить нашу позицию, мы должны послать очень четкий сигнал. Если это повторится, то ракеты, беспилотники, они будут сбиты. Но надо сказать, что Россия вообще ничего не хочет об этом слышать. И это проявилось в совершенно оригинальных действиях российских дипломатов в Польше. Посол России в Польше отказался от посещения польского МИДа, куда его вызвали в связи с этим появлением российской ракеты в воздушном пространстве польском. Он сказал, что не хочет идти. Сказал РИА Новости российскому пропагандистскому агентству, что он посчитал, что беседовать на эту тему без предъявления доказательной базы не имеет смысла. И от визита в МИД Польше отказался. Теперь, как сказал представитель польского МИДа Павел Вронский, польская сторона задается вопросом, способен ли российский посол должным образом представлять интересы России в Варшаве, если он не ходит в МИД, когда его вызывают. Это, собственно, общепринятая практика. Она нигде не закреплена какими-то совершенно обязательными правилами. То есть Венская конвенция о дипломатических сношениях не содержит точной, скажем, обязанности дипломатов, послов приходить, если их вызывает МИД. Но это сложившаяся десятилетиями, если не столетиями, общепринятая дипломатическая практика. Так что здесь Россия опять задает такой вот новый тон в дипломатических отношениях международной дипломатии. И закончим мы наш сегодняшний подкаст свежими санкциями США против России, которые буквально только что опубликовал американский Минфин. Объявлено о санкциях против 13 юридических и двух физических лиц из России, которые причастны к предоставлению финансовых услуг и технологического сектора российской экономики. Все это в обход и в нарушение тех санкций, которые введены против России. Американский Минфин сказал, что подсанкционные лица разрабатывали или предлагали услуги в виртуальных активах, то есть в криптовалюте, позволяющих уклоняться от санкций США. Там есть московские финтех-компании Бэкрипто, системы распределенного реестра, Лайтхаус и так далее. В общем, довольно много компаний, а также несколько людей, которые с этими компаниями связаны. В частности, например, акционер ВЭБС-технологии Игорь Кайгородов и директор Центра разработки электронных платежных систем Тимур Буканов. В общем, довольно серьезно зажимают сейчас западные страны возможности обхода санкций, и мы, скорее всего, будем видеть дальнейшие усилия Запада по предотвращению нарушения этого санкционного режима. На этом мы заканчиваем наш сегодняшний выпуск подкаста «Украина. Самое важное», который для вас подготовили Алекс Григорьев, Данила Гальпирович и звукорежиссер Александр Зимуха. Пожалуйста, слушайте наш подкаст на платформах Apple и Google, на канале «Эхо», а также можно слушать его напрямую с сайта «Голос Америки», где это доступно. Большое вам спасибо за внимание. До завтра. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok